Добрейшего времени суток всем, с вами Вида Эльфийка. Добро пожаловать! Спасибо большое за подписку, за лайк и за комментарий, я это очень ценю, правда. Я надеюсь, вы хорошо проводите карантинные свои денечки и понимаете, насколько это важно оставаться дома, пожалуйста, хэштег stay home, хэштег лучше дома, развивайтесь, проводите время с своей семьей или с тем, с кем вам угораздило быть все это время, и просто узнавайте себя, хорошо проводите это время. А если вам уже вообще нечем заняться, то я могу создать подборку интересных произведений, которые вы могли бы посмотреть в данное время. И если хотите, пожалуйста, оставляйте свои комментарии под этим видосом, я учту и сделаю, либо сделаю коротенько в инстаграме. Так что подписывайтесь, ссылки, как на мою группу скитальцы, ниже в описании под этим видосом, и я вас там жду. Но этим временем саморазвитие никто не отменял, и в данном видосе я хочу вам показать, насколько, во-первых, важно вам оставлять комментарии под моими видосами, потому что сегодня один из них мы и рассмотрим. Кстати, вы уже успели заценить мою новую шапку и аватарочку. Как вам? Я такая помесь Цири, некоторых эльфов, магии, возможно, демонов или вампиров, ну и меня, собственно, в жизни, да. Вот улучшенная версия меня, мой идеал. Ну да ладно. У меня есть видос, который называется «74 долго грузится с модами». Решение есть, и «74 студия» нам в этом поможет. И вот девушка под никнеймом «Beerful Love Даша» оставила комментарий. Привет, можно вопрос? Ты не знаешь, какая версия «74 студия» подойдет под обновление университет? И почему у меня отображается одежда, но человечек нет? Может, проблемы с расположением или с версией? Спасибо большое заранее. Спасибо тебе за этот комментарий, именно его мы сегодня рассмотрим, как причину зайти в Google и прожестить, как бы это сделала я, если бы я столкнулась с такой проблемой. К сожалению, я... Да, я уже начала писать комментарий, а потом поняла, что хорошо было бы сделать видос на эту тему, потому что мы раскроем немножко больше, нежели этот вопрос. Я с таким вопросом не сталкивалась, но если бы у меня такое было, наверное, я бы грешила на верть, потому что «О-хо-хо, бочка рома, все дела, пираты». Я понимаю вас, я когда-то сама была такой и, типа, вообще это никак не скрываю. Это нормальная тема. Игра стоит до хрена. Вы можете купить офигенный пак совершенно другой студии, другой игры и получить не только виртуальную версию, а прям живую, знаете, вот со всякими статуэтками, картами, картинками, еще чем-нибудь, и диском-придачу, когда дисковода нет. Но, ладно, эта версия у нас была в PlayStation 4, мы так с Илёй очень давно покупали GTA 5, когда она только вышла, очень хотелось, вот. И вот физическая версия этой игры у нас была с всякими ништяками и подарочками, и она стоила своих денег, так что я вас пойму. Хоть сама и Элицушник, проклятый, Синс 4, но не в этом суть. Кто не в курсе, то на моем канале есть очень такой нужный и полезный плейлист, который называется обновление и моды. И именно здесь, вот столько пока что вышло на данный момент, есть такой видос, который называется как скачать моды для Sims 4. В этом видосе, какая классная картинка, вот примерно где-то на пятой минуте примерно. Я рассказываю о том, что такое Mesh, что такое Recolor, насколько нужен Mesh для того, чтобы работал этот Recolor или вообще другая одежда, которая создана на базе основной. Основная одежда может быть взята как с самой игры, с любого дополнения, допустим, университет, о котором пишет девушка. Также может быть создана из другого автора, который и создал прям оригинальный Mesh, на который уже наложил свою версию прически, одежды, неважно. В общем, и это может быть проблема, что не отображается у вас Mesh, то есть база, сетка, вот это основное, ради чего вы, собственно, и качали какую-то понравившуюся вещь. То есть это одна вещь. А вторая, есть, возможно, я допускаю, проблема с дефолтной одеждой, то есть одеждой по умолчанию, которая меняется в ходе скачивания, если написано дефолт. Но это лежит примерно 5%, возможно, я допускаю, что может быть эта проблема. Но в целом, мне кажется, что проблема здесь заключается именно с версией. Не так с расположением, с расположением, у меня есть другой видос, называется «Куда вставлять моды в 7.4». Там прям четко, ясно указано, тоже примерно где-то на второй минуте, куда именно вставлять эти моды, то есть где они расположены, где они должны быть и как вы сможете найти эту папку. Можете тоже глянуть, кому это полезно. Далее, как понять, какая у вас версия игры? Если вам по зарез нужен именно обновление «Университет», все очень банально просто. Идем в наш любимый поисковой системный хрен. Здесь тоже все очень просто. Для этого нам понадобится Google или любая другая поисковая система, Яндекс или еще чего, чем вы пользуетесь. Я, допустим, пользуюсь Google, мне он нравится. И гуглим, значит. Sims 4 обновления. Вот я уже проверяла. На первый попавшийся сайт идиом, это у нас от EA, прям от оригинальной. И смотрим, какие же обновления у нас были последними. Банально все просто. Вот последняя версия, которая у нас вышла на ПК, именуется вот такими вот цифрками 1.61.15.10.20, а на Маке вот чуть-чуть разнятся они. Но это чем вы пользуетесь, это тоже важно. Если вам нужна, допустим, компактная жизнь, это было предыдущее обновление, вот так оно именуется. Хотя практически очень мало чего меняется, но эти цифры тоже важны, если вам прямо по зарез нужно какое-то точное обновление найти в интернете, да, и затем скачать его, чтобы придется. Вот, всех с наступающими зимними праздниками, бла-бла-бла, исправление серьезных ошибок, и вот он в университете. То есть вам нужно найти именно Sims 4 и убедиться, что там стоит вот такая вот версия для ПК, либо вот такая вот версия для Мак, и скачать, если вы уж пиратите. Будем говорить открыто, я люблю говорить прямо. Хорошая попытка, я. Так, идем дальше. Sims 4 Studio. Я думаю, там все ясно, понятно. Если нет, опять-таки пишите, пишите, попробуем что-нибудь помочь и сделать. Sims 4 Studio очень ценная программа, она помогает вам, вот так же я объясняла недавно в начале этого видео, скажется, как если долго грузится Sims 4, с модами можно эту проблему решить с помощью студии, и где ее найти, я сейчас вам покажу. Написали, значит, мы в гугле, в поисковом запросе в Sims 4 Studio, и идем в Sims 4 Studio.com, на этот сайт официальный, переходим, убеждаемся. Вот так он выглядит. Ничего не ясно, но спасибо, да. Идем, значит, в первую папочку, Sims 4 Studio News, то бишь новости. Здесь мы сделали какой-то hotfix, хотим почитать, заходим сюда, копируем вот это все, если не разбираем английский, и идем в переводчик, вставляем вот это дело все, переводим, смотрим. Все просто банально ясно. Но не это нам сейчас нужно. Как вы можете заметить, здесь есть отдельные ссылочки, которые вот говорят, что, допустим, вот это вот Discover University, то есть прям то, что нам надо, если мы качаем. Я предполагаю, я лишь предполагаю, пожалуйста, ребят, disclaimer, это лишь мое мнение, и как я думаю, как я мыслю. Возможно, кому-то это поможет, он натолкнет на решение проблемы именно в его сфере или ее, не суть важно. Я просто хочу вам показать возможности, как пользоваться той или иной способностью интернета, находить какую-то информацию, потому что это очень сильно вам пригодится по жизни. Не важно, если это Sims 4 или еще другое. Я лишь могу предполагать, что данное обновление, вернемся 19 года, под универ, поможет также корректно отображать вашу игру, когда вышел апдейт на сам универ. Поэтому мы нажимаем, нас кидает вот на такую вот страничку, и там будет написано либо choose your version here, то есть мы нажимаем сюда. Также оно может писать download, вот, к примеру, если мы пойдем в Tiny Leaven, которого я не купила, потому что нафиг надо. Здесь также с синей кнопочкой большой капсом будет написано download, то бишь загрузить здесь. Но поскольку нам нужен университет, допустим, да, если у нас mac мы качаем вот это, apple, если у нас винда качаем вот эту версию. Нажимаем, листаем, download. Выбираем, installer или zip. Zip это опять-таки архив, которым мы разбирали в последнем видосе. Да? Но если у вас такого нет, качайте просто installer. Ничего страшного, вообще пофигу. Нажимаем скачать, и оно скачивает. Скачай. Скачивает. И оно вот скачало вам просто быстро, легко и просто. Затем открываем это дело, жмем да и устанавливаем. У меня просто как бы последняя версия, и мне это не надо. Но наглядно, я думаю, вам я показала, и вы все поняли. А если не поняли, пожалуйста, пишите в комментариях ваши вопросы. Возможно, мы разберем в следующем видосе именно ваш вопрос. А те, кто знают, возможно, они тоже сталкивались с подобной проблемой. Пожалуйста, отпишите этой прекрасной девчонке и расскажите, как именно вы справились со своей проблемой. Потому что, я думаю, решение данного вопроса заключается в том, чтобы найти последнее обновление, то бишь вот этой версии на ПК или вот этой версии на МАК в нашем прекрасном интернете без рекламы и регистрации смс. Простите. И скачать все это дело себе на ПК, установить последнюю версию Tiny Living. Вот здесь. Вот эту вот. Или вот эту вот, смотря, какая у вас система. И вообще не париться. Удалить ваши старые моды, потому что старые моды также могут некорректно отображаться. Хавать ваших персонажей, туловище, волосы, головы, ноги. Я думаю, вы понимаете. И прекрасно себе играть ваш любимый симсик. Вот. Проводить инвентаризацию тоже очень хорошо. Да. В любом случае, если вам прям позарез, вот прям данную секунду, необходимо что-то найти, пользуйтесь, пожалуйста, вашей поисковой системой. Пишите ваш запрос, коротко и ясно, конструктивно, понятно, для того, чтобы найти ответ на ваш вопрос. Потому что зачастую это самый лучший способ решить вашу проблему. Мы все не боги, все симмеры вообще однюдь такие же, как и вы, могут сами полезть, найти и потом забелить вот такой видос. Наглядно, как я сейчас продемонстрировала вам. Если я вам помогла этим видосам, то, пожалуйста, дайте об этом узнать своим пальцем вверх или пальцем вниз, объясняя, что я еще забыла или, возможно, у вас есть какие-то вопросы. Подписывайтесь на мой канал, также на группу ВКонтакте. Вот она. Скитальцы Туть. И только Туть. Пока онлайн. Не скитайтесь, пожалуйста, нигде. Короче, я жду вас в своей группе Скитальца. Вот, вы, надеюсь, оцените все мое произведения искусства. Я очень как-то долго занималась симфотосетом, потом выставляла все, чтобы все влезли вот сюда. Все мои труды и летсплей и все, все, короче, что у меня есть на канале. Собственно говоря, коротко. Главное, вот Туть. Да, так что я вас жду. Я думаю, что вы зацените. Так что спасибо большое за ранее. Да. И на этом у меня все на сегодня. Большое спасибо за то, что смотрели. Посмотрели до этого момента и оценили данный видос. Если же вы сталкивались с подобными проблемами, то, пожалуйста, пишите свои лайфхаки, секреты решения проблем под этим видосом или другими, если вы найдете похожие вопросы, на которые я не могу ответить, потому что я с ними не сталкивалась. Либо вы сами нашли, пошли в Google и решили свою проблему. Я буду очень рада за вас. И не забывайте чистить кэш. Кэш везде. Да. Очень важная штука. Особенно, если у вас симсик, вот это last crash, last exception и local dumb cash. Вот эти три вещи надо удалять нахрен. Пожалуйста, be safe, be kind, be strong, stay home. Обнимашки-целовашки. Увидимся в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok